всем привет с вами снова я антон сокович ну что потихонечку начинаем возвращаться в сезон начинаем набирать обороты нбл-тв с вами вместе со мной теперь тима комаровский девушка привет братья слышно братья отлично вот и мы продолжаем с вами разбираться в том что произошло у нас на первом собрании лиги как разделились команды какие у нас есть перспективы и во что мы вообще в этом году будем играть посмотрите первое видео там уже описали именно формат который у нас будет всего проведения турнира чтобы не повторяться вот ну а мы потихонечку переходим группе b d1 d2 и так дима озвучить состава команд составы или список команд состав всех полностью короче у нас б составляет софт-клуб точнее входит софт-клуб а дани варгейминг эра недвижимость плюс пинск древ и мною любимые стак левел очарованы этой команды по итогам прошлого сезона как думаешь так лава попадет в вышку я если я мне кажется что если парни будут собираться хорошо то почему нет ну как вариант хотя с другой стороны для меня темные лошадки ребята из варгейминга эры и пинс древа ну тут надо смотреть хотя вот и матч например пинс древ стак левел для меня будет прям на очень интересный то есть ты считаешь что софт-клуб и а дани однозначно сто процентов выходит d1 ну конечно то есть исходя из вот этого посева софт-клуб и а дани это будет лидер я вообще в этом году жду от а дани ну финала d1 причем мне кажется что по-хорошему если там правильный менеджмент если там ну скажем так заинтересованный и замотивированный тренер то они реально должны были сделать правильные выводы и мне кажется что вот у такого гранда nbl не быть должен быть некий план на то чтобы забрать титул в этом году как тебе кажется или ошибаюсь вопросов что такое империя да да они уже стала крутой франшизой на просторах нбл в прошлом году свергнуть гегемона немножко не получилось но вполне возможно что скоро мы уже увидим новые цвета в лидерах нбл именно синие цвета но в этом году конкуренция за четверку будет в разы сильнее чем в прошлом году поэтому тут смотреть а да не да я согласен с тобой они сделали выводы в команда омолодилась честно я не знаю этих ребят которые туда пришли я думаю что это из импульса багуир может быть просто может из багуир это скорее всего ну команду то сильно комплектовал тренер то скорее всего через тренер они пришли в клан через это ты имеешь ввиду это ребята которые пытаются сделать какую-то баскетбольную карьеру или типа которые уже были отсеяны профессиональным баскетболом вот честно не знаю даст но у нас опять-таки карантин значит они полгода минимум не играли в вышке вот соответственно ну как бы зонивер может играют там но черт не знаю этих ребят они будут раскрываться я думаю мы все еще увидим вот и весь костяк основной который играл в прошлом году он сохранился это круто я думал где окажется пронин все-таки да потому что там все-таки игрок поиграл до этого достаточно долгое количество времени но вообще вышки да и в примете и в частности этому вернется не вернется примете нет они его удержали на мой взгляд очень грамотный ход вот соответственно ну состав сохранился обмолодился я думаю что этот молодежь как раз таки должны дать этот именно импульс вода не как раз таки точно актуальное слово который поможет им побороться уже скорее именно за корону что касается софт-клуба опять за корону за корону что касается софт-клуба тоже состав сохранился пока что не видно в заявке тренера бориса каноника повод но все остальное здесь уже какая-то маленькая заявка пока 10 человек я думаю что им конечно еще надо было кого-то цепануть либо с драфта либо из знакомых то есть нету того же помченко с прошлого года я думаю что если не пару человек еще доберут то им будет потом комфортнее но здесь они должны проходить вышку дальше конечно все таки чтобы повторить результат прошлого года хотя как минимум повторить им конечно надо будет усиляться но тебе не кажется что та ситуация которая сейчас софт-клубом вот на данный момент момент записи программы вот этот ростер который мы посмотрели тебе не кажется что пока как-то прям не вдохновлять что ли нет так это прошлогодний ростер полностью но только что меньше игроков стало по моему было больше игроков сейчас у них один ну вот хомченко нету еще кого-то него полный у них была полная заявка 12 точно было человек вот то есть я говорю чтобы пройти вот отборочный да то есть минимум пять игр им этого хватит чтобы ну должно хватить давайте так скажем потому что ну тоже команда достаточно эмоциональная которая играет как бы быстрый баскетбол на эмоциях то есть лидеры остались это главное то есть тот же горчаков остался до михайлов остался то есть команда будет играть то есть это что свое вот здесь она должна брать под под их темп игры будет сложно всем кто ниже до них идет в группе вот но с другой стороны почему эта группа интересна мой взгляд это самая ровная группа по силе команд именно вот в этой квалификации части d1 d2 потому что дальше идет у нас варгейминг команда с огромным углом уберу тоже и вышки в втором дивизионе состав сохранили там потеряли детство их ослабла скамейка то есть тоже опять ким надо добирать еще кого-то на скамейку все семейные остались то есть братья горячка кротович и отец и сын сохранили лидера гайдукат то есть команда достаточно интересная команда может выстрелить опять же вот этот формат что все в группе да это мачо где может тот же как мы в прошлом году видели как горячка старший со скамейки может выйти там набрать 30-40 очков спокойно да гайдук может выдать спокойно такой же матч ну и остальные сыграть на хорошем уровне поэтому варгейминг здесь списывать ни в коем случае нельзя со счетов даже при том что чуть-чуть слабее стал состав с прошлого года эра эта команда которая можно так сказать эта смесь полоцка прошлогоднего и раньше была команда альфа керамика альфа скиф где братья заводские и садовский но и более молодой такой состав молодая часть состава от полоцка то есть смесь опыта и молодости интересная команда за ней будет интересно понаблюдать опять таки вот на просторах этой группы у них очень хорошие шансы чтобы занять именно третье место потому что про четвертый поговорим немножко попозже пинск древ то же самое я знаю что но вверх они по составу потому что у нас есть заявки они усилили то вернули малинчика то есть если он будет играть это сразу закрытая позиции центрового самая проблемная в прошлом году плюс есть еще точечное усиление по игркам то есть там ну как они себя проявят пока мы не знаем что есть новые игроки но то есть тростер в этом году у пинска забит это хорошо вопрос как себя ребята проявят что касается опять-таки лидера то есть андрей брикон на месте и я думаю что знаю андрея это по-любому но он будет хотеть попасть в вышку и будет мотивировать и вести за собой партнеров для этого вопрос хватит ли именно вот командная работа исполнительного мастерства потому что ну то что андрей там в этих матчах будет рвать и метать и набирать там свои очки это я думаю мы к этому привыкли к его качестве игры его статистики его линейки и стак левел тоже в прошлом году команда была достаточно недооцененный постоянно где-то зависала толсты 3 чуть не попали то и в плей-офф чуть не попали а по итогу какую красоту они выдали битве с барсом да ну это уже он того стоил да там на пятки есть и ослабление есть и усиление то есть команда потеряла ну во-первых сохранили твои такси хранили своих основных вот молодежь да то есть которая в прошлом году зажигала сохранили пузыри на это ну как бы центровой хорошего уровня вот опыт игроки остались и так них ушел у них ушли пункта защитники с ним не ошибаюсь колоцея из таких потерь которые вот будет не хватать на на вот юра колоцея будет не хватать все остальные вроде там были на месте вот но и там усиление были точечные по позициям вот сохранили своих молодых игроков то есть на месте ерш на месте журавель который готов летать и радовать нас хайлайтами да полностью остался фронт корт команды то есть на месте и пузырины и хрещенович которые под счетами будут наводить шор а дальше это миграция гомеля ну из гомеля соответственно в стек-левел кассианчик и москалев то есть хорошие форвард но форвард и защитник даже антон он еще и снайпер как бы и может быть и где-то первого номера поиграть но и отлично бежит то есть именно под состав стек-левел а именно такой еще один бегуно вот ну а кассианчик это игрок такого уровня дабл-дабла крепкого дабл-дабла который будет под кольцом постоянно вторым темпом добавлять добавлять еще раз добавлять если колоцея все-таки они потом смогут как-то вернуть заявить а место у них есть заявки то очень интересная команда будет и они даже даже я не исключаю того что вот здесь они опять могут на характере выстрелить каким-то образом зацепиться за вышку ну это скажем так вот здесь все четыре команды есть свои плюсы свои минусы и тут вопрос кто на данный момент лучше готов и еще скорее всего кому больше нужно вышка вопрос в общем и целом вот из варгейминга эры пинцдрева и стеклевел а вот на данный момент ты бы кому отдал пальму первенства кто бы считал фаворитом из этих четырех команд но шансы действия еще шанс хорошего всех я наверное все-таки отдал бы пальму первенства эре за третье место все-таки там но по опыту по всему нами получше вот но опять таки стеклевел на все-таки вот из этой четверки стеклевел я бы на четвертое место закинул да а вот пинск варгейминг эра плюс-минус одинаковые шансы но эра наверное вот именно за счет опыта и за счет ну вот смесь опыта и молодости потому что они дозаявились еще и возможно их еще будут дозаявки интересные это я думаю что у них не финальный рост расчет если они успеют подтащить игроков но опять все будет из-за того как команда готова на данный момент просто как допустим против того же пинска будет очень много из того как пинск отыграют защите как держит белько но потому что он в одиночку может решать да варгейминг как полетит именно у игроков которые должны добавить то есть пять двух то есть лидеры в каждой команде 10 лидера которые свою игру сделают свою группа каждого это факт а как сыграют именно вторые юниты вот это очень много будет зависеть а тебе не кажется что может быть такой момент вот в группах вот и вот этих да то есть они групп конкретно про бена вообще про суть тебе не кажется что например тоже ну вот к примеру да там тот же пинск или стек попадают например первый тур надо не до получают ну к примеру да там получает плюс 60 70 понимаешь что там действительно в d1 ну нечего ловить пример вот дизморалька начинается и просто все оставшиеся игры так как все равно они ну как бы скажем так проходит d2 просто например играю там условно говоря в кайф пол ноги там и так далее то есть тем самым спортивный принцип может быть подставлен под угрозу не кажется ну это слово из года в годы вопрос у нас есть как она будет кто больше будет хотеть играть d2 то есть вот у нас есть реально в каждой подгруппе по две-три команды которые будут играть хотят играть вот а дальше скорее больше зависит от лидеров команд и от тренеров ну какой этот настрой внутри но в данном случае все четыре команды равны и скорее всего опять таки лаки лузер да то есть лучшая четвертая команда не будет из группы b потому что здесь ну я не вижу здесь больших разниц в счете единственное что если допустим условное но как сейчас порядку и туда допустим эра займет четвертое место это я вот именно беру скрин из сайта датный монтаж занимает четвертое место условная эра да они много допустим не обыграют тут же пинске стеклево но они много не должны проигрывать условному софт клубу интересно вот и какая учитывая допустим если там будут у всех одинаковые разницы по плюсу по проценту побед вот то тогда вход будет вступать уже разница забитых пропущенных и вот тут именно не сильные поражения могут тоже сыграть свою роль то есть ну там условные допустим сколько могут накидать условно примете виталюр тем же ну как примеру шутер с дефу да и сколько софт клуба да не могут накидать условным пинску стеклево мне кажется немножко другие будут цифры но опять-таки все покажется все еще будет очень много зависит от того опять-таки повторюсь как будут играть лидеры то есть те же дали да у них там полный роста где надо поиграть всем они дают поиграть все вот и тогда там счет крупный но у софт клуба с ростом не так все хорошо но тут вопрос насколько физически хватит когда делать в дурачность тогда мой предикшен такой таков а дани первое место в группе софт клуб второе третье место стаклеил дальше как получится твои удачи а дани софт да я все-таки третье место отдам эре ну как бы до эре а вот варгейминг пинский стек ну как бы ну варгейминг пинск даже так это команды которые способны это 3 4 место как бы подвинуть и попасть более высокий дивизион вот такой получился у нас разбор группы b поэтому ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на все наши социальные сети и до встречи все ребята не забывайте что нам интересно ваше мнение то что мы с ним и говорим это сугубо наше мнение то есть как мы считаем может быть вы считаете что кто-то другой должен пройти может вы считаете что дали не займет первое место обязательно пишите в комментариях всегда обратная связь есть нам будет интересно вас услышать всем пока удачи